В уголовном деле о скандально известном кафе «Кантри» до сих пор нет обвиняемого. Это сегодня на пресс-конференции, рассказал начальник краевой полиции Александр Речицкий. По его словам, закончится расследование, которое уже много раз продлевали, должно 23 января. Однако, скорее всего, срок снова перенесут. Напомню, в августе 2018-го заместитель главы города Олег Животов подписал документ, который разрешил предпринимателю Ольге Грималюк, по сути, перестроить изначально небольшое кафе напротив здания ГУВД. Обновленное строение раскритиковали и простые красноярцы, и власти шла речь о сносе, однако кафе по-прежнему на месте. Также на встрече с журналистами Александр Речицкий затронул и резонансную тему борьбы с черными лесорубами. Он отметил, главк принял активное участие в подготовке плана по декриминализации лесной отрасли, который разработало правительство и утвердил губернатор края. Всего в 2019-м полицейские закончили расследовать 125 преступлений, связанных с незаконной вырубкой. Сегодня сотрудниками полиции с участием специалистов лесного хозяйства проводятся оперативно-профилактические мероприятия, количество которых только в текущем году составило более 700. Приняты мерами выявлено 303 факта незаконных рубок лесных наслаждений. Это на четверть больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Сумма возмещенного ущерба за незаконные вырубки, по словам Александра Речицкого, по итогам 2019-го выросла с 21 миллиона рублей до 94. Также Речицкий рассказал о судьбе сбежавшего директора компании реставрации Николая Коваленко. Напомню, сегодня он живет на вилле в Италии, где якобы лечится. Тем временем в Красноярске без квартир остаются больше тысячи человек. Всего реставрация не достроила 10 домов. В соответствии с действующим законодательством Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерству юстиции Италии направлены документы для осуществления экстрадиции Коваленко. Согласно информации, предоставленной НСБ Интерпола от ноября 2019 года, документы по экстрадиции Коваленко до настоящего времени находятся в процессе рассмотрения.